Люди должны подтвердить, что они участвуют на каких-то там условиях такой-то работы за такие-то ресурсы. Пока вот это все делается на принципах биржи, пока все вопросы не улажены, производственная цепочка не запускается. В принципе, на следующий год могут ее пролонгировать, то есть каждый год делать все по кругу до скончания веков, а могут изменять какие-то условия или пересоздавать. То есть человек не может сказать, что мне нужно больше, потому что он до начала работы соглашается на определенные условия. Допустим, столько-то процентов с уродившегося урожая муки, к примеру. То есть мы не знаем, как урожай будет, но столько-то процентов нужно ему для каких-то целей и так далее. Ну опять-таки понятно, но если это, как бы, я опять-таки фантазирую, если это работа, то есть тот же самый тракторист, ну там, например, ему нужно будет месяц, чтобы вспахать все поле, допустим. За этот месяц, естественно, он зарплату не получит. То есть получит только ресурсы, но он как-то жить должен быть жить. То есть суть в том, что он возьмет все свои ресурсы, потом их продаст, если мы еще используем деньги. Не, смотри, он на самом деле немножко неправильно поднимает внимание, когда уже экономика автоматизирована. То есть... Скажем так, этот человек, скорее всего, участвует не в одной производственной цепочке, и он участвовал еще в других производственных цепочках ранее. То есть, скорее всего, у него уже есть несколько мешков зерна, и он знает, что ему нужно за этот месяц поработать, чтобы потом было еще столько же. Можно я отвечу на ваш вопрос? Вот вы все думаете, да, что люди пришли с целью нажиться туда, что с целью себя обеспечить, а не с той целью, что... А может быть, обеспечить их... То есть, куда они пришли, да, обеспечить их тое общество, куда они пришли. То есть для чего они работают, да, для чего вспахивают поле? Для всех людей. То есть и все люди их обеспечат всем. Ну, то есть, допустим, по минимуму они их обеспечат, да. Вот, то есть они не дадут умереть им с голоду. Это во-первых. Не дадут там, допустим, вообще загрузиться от холода. Вот для этого. Ну, конечно, тут просто идея в чем, что системы должны быть универсальны. И в одной ситуации, да, человек делает это для поселения, например, или для своей организации, или группы, или команды. Нет, не для поселения, а для идеи. То есть он не делает для конкретного чего-то. Он работает на идею. То есть первые поселенцы должны быть идеологами своего дела. Не-не-не-не, чтобы у нас переход произошел, нам нужно, чтобы даже обычные люди, даже обычный сценарий, когда все эгоисты, тоже работал. Но, чтобы, короче, система должна поддерживать все варианты. Когда люди, каждый сам за себя, и когда люди, там, каждая семья за себя, уже не один человек. Когда уже человек, каждое поселение за себя, а потом каждая, грубо говоря, страна и так далее. То есть, иными словами, все эти сценарии надо поддержать, но те, кто делает для всего человечества, они все равно будут обозначать, что вот это то, что они делали, и делали, и сделают, и результат, который они сделали, это все в достоянии человечества, да. То, пожалуйста, там, например, кто-то проведет исследование какое-то, или производственные цепочки создают тому, чтобы у других людей все лучше получалось, или записывают поясняющие видео к производственным цепочкам, и так далее. Это все должно быть одновременно, но задача создателей этой системы, то есть нас, в том, чтобы стимулировать переход к максимальной открытости, и к тому, чтобы люди все это делали за идею, для того, чтобы это все делали, в рамках планеты. Но в идеале, когда у нас выйдем за рамки планеты, там дальше следующий этап. Нужно, чтобы на уровне Вселенной все то же самое было, и так далее. Не, ну ты как-то с такими ценностями, которые сейчас ты вышел на уровне Вселенной. Да немножко, давайте хотя бы у нас в отдельной части суши, да, на определенном участке, давайте хотя бы этого добьемся, что мы не будем никому не завидовать, раз не будем никого укорять в том, что он меньше работает, чем, допустим, я там, или еще кто-то, да. Давайте мы будем хотя бы... Есть в Индии уже поселение, 2500 человек, Ауравиль называется. Там это реализовано. Хорошо, 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 подожди, подожди, ты там был в этом поселении? Нет, я там не был. Отлично. Но я видел видео. Я там тоже не был, и я тоже смотрел это видео. Но меня это видео не улучшило. Почему? Потому что на всем надо испытывать как бы на своей шкуре, да. Я, допустим, посмотрел очень много в той сфере, с которой я работаю. Я работаю плотником. Я, допустим, очень много видео посмотрел со своей работой связанных. И, допустим, многих людей я из того видео могу как бы сказать, что, ребят, вы не правы в той и той ситуации. Я сейчас не буду говорить об этом на всем. Но когда коснувшись реально дела, да, ты понимаешь, что это твой приобретаемый опыт. И можешь тем то же самым сказать, что, ребят, вы не правы в той и той ситуации. Так-то и так нельзя поступать, потому что будет то-то и то. То есть я сейчас не касаюсь конкретики, я сейчас говорю такими обычными фразами. Ну, здесь не дело в том, что прав кто-то или не прав, а есть, по сути, производственная цепочка, да. Если мы делаем А, то у нас есть последствия Б. То есть в самой простой ситуации производственная цепочка это всего лишь одна линия между А и Б. То есть если людям объяснить, что вот эти действия приводят к вот этому, не надо говорить, кто-то прав, кто не прав, кто там, обзываться там, или говорить, что у кого-то опыта мало или нет. Надо просто объяснить, вот есть ситуация. Вы это делаете, и, скорее всего, вероятно, получится это. Вот когда они увидят, что по факту так и получилось, тогда, может быть, они поймут. Или, может быть, поймут сразу. Все зависит от людей. Но давить и настаивать не стоит. Это дороже себе будет. Ну вот. Плюс, если есть какие-то видео, можно снимать ответные видео и тоже выкладывать их в интернет. Я с тобой полностью согласен. Никто ни на кого не собираться. Да ведь там, по-моему, Буланов в чате выставил, как бы, эту, свою запись, что 14 дней человек приспосабливался к этому, как бы, к обществу, где он живет. Я тебе могу сказать больше, что действительно никто не будет просто так сидеть и жить на, как, как труден. Конечно, и на него будут косо смотреть. Это, это не, не то, что там просто взяли и по воле своего желания посмотрели косо на него и там еще что-то. Конечно, негативное отношение складываться к тому человеку, кто живет просто на твоей шее, вот сидит. Понимаешь? И это вряд ли кто себе может взять и запретить. Исходя из какой-то идеологии и еще что-то. И вот в этом дело. Я слышал. Да. А можно еще такой более технический вопрос? Да. А движок, на котором вот эта вот платформа работает, она на Ruby, да, работает? На Ruby он нравился? Нет, используется JavaScript. И если Ruby нужен, то это к проекту Pandora. Возможно, мы сделаем, чтобы у нас было взаимодействие протоколов, но, скорее всего, это не понадобится. Нет, только JavaScript, потому что JavaScript сейчас самый популярный язык на планете, потому что все браузеры поддерживают только его, и теперь на нем еще можно писать и на сервере. То есть всю серверную часть можно делать? На JavaScript, да. То есть и взаимодействие с базами данных и все такое? Да, конечно. Уже огромное количество, не знаю, миллионы уже разработчиков этим всем делом пользуются. Уже существует огромное комьюнити, огромное количество средств разработки, и чего только нет. Плюс все современные лидеры, Microsoft, Google, Apple, переходят на то, что начинают поддерживать, создавать инструменты для этого языка. Короче, ребят, долго-долго мы занимались проектом. В итоге это вот первое такое понимание переходной модели. То есть, грубо говоря, я сначала собрал опыт вообще, есть ли в мире системы управления производственными цепочками, циклами, увидел, что есть. Но они очень-очень несовершенны, очень сложны, и отражают очень маленькую субъективность дела. Вот. То есть, это были и БПМ, бизнес-процесс-менеджменты, и так далее. В общем, все это я перекопал. Может, не все, но, грубо говоря, 200 самых крутых вообще программ, и так далее, в мире я видел, ознакомлю, делался в неком... Я понял, что нету такого еще инструмента у человечества, которое позволит делать вот такие крутые дела. В общем, Потом приснилось, короче, все это. Я еще, кстати, там поигрался, прикольно так. Нашел простаивающий ресурс, короче, там... Прикольно. То есть, проблемы, на самом деле, решаются очень элементарно, если есть такой документ. То есть, это вот, как Преско описывал, это некий как раз терминал, который стоит в каждом году и который отвечает за то, что, ну, какие ресурсы к человеку пришли, что он сегодня хочет сделать, так далее, и тому подобное. Вот, по поводу технических вопросов я скинул ссылки на, собственно, группу во Вконтакте, вот этого, Correlation Center, да, Correlation Center концепт этого проекта. Там много всяких ссылок есть. И вторая ссылка это репозиторный гитхаб, и там вот есть исходный код того сайтика, который мы показывали. Там сейчас пока только клиентская часть, вот, серверную, скажем так, я подготавливаю более фундаментальную, вот уже некоторое время. В принципе, если бы к разработке подключился бы хотя бы еще один программист, можно было бы все это дело ускорить, хотя бы там ежедневно созваниваться и по факту там разделять, например, я одну задачу делаю, он другую задачу делает, это уже было, двоило скорость разработки. Антон, кстати, что-то не говорил, не спрашивал. Антон, ты здесь вообще? Да, я здесь. А, ну, расскажи впечатления, вопросы. Подожди немножко, Влад, можно тебе задать вопрос? Да, конечно. Влад, слушай, а ты в Астерманом как-то связался? Да, задавал ему вопрос как раз на эту тему. Слушай, а он же то же самое говорил, что он хочет найти там переход от денежной системы к ресурсо-ориентивной экономике, когда его на труды вообще ни разу не видел такие вот что-то. Не, не, у него все это есть, но как бы он работает просто на политику и он не может говорить, что он использует труды того же фреска, хотя ему и книга высылалась там несколько раз и много очень сообщений к нему отсылалось, причем некоторые доходили, у Астермана в руках были и пресс-киды и так далее, вот, и как бы он имеет представление и понимает, что это будет реализовано, но он почему-то не может говорить. Ну, какие-то интриги просто, и все. я понял, а допустим, как бы, можно его пригласить там, допустим, в Тверь, там, Буланову, допустим, с ним так вот снять реально там интервью или там видео какое-то, чтобы он, как бы, вообще реальный такой? Не-не-не, он сейчас слишком занят, причем занят в том числе и зарабатыванием денег, и, грубо говоря, он просто сидит, пишет некоторые работы и ходит на некоторые конференции, ну, в основном, как бы, консультирует всякие правительства и так далее, всякие структуры. Это Павел Сармана. Ну, да. Теперь давай про Буланова. Слушай, вот, сейчас, допустим, у Вована, как там, он, он же мне говорил, допустим, да, что он хочет курировать третью волну, то есть он куривал вторую волну, да, переселение-последение, а сейчас хочет курировать третью волну. Ты не слышал ничего об этом? Не знаю, я к нему поеду через две недели еще с ребятами. В общем, там по месту все и узнаем. Грубо говоря, мне бы хотелось там построить хотя бы первую бытовку и так далее, то есть две недели своего времени я на это уделю. Заодно там как раз я решу некоторые вопросы. мне тоже хотелось бы присутствовать. Я не знаю, я не знаю, я может быть раньше поеду, но факт того, что как он распределит меня, если я без приглашения приеду, во всяком случае надо его уведомить. потом. Естественно, надо как бы заранее скоординироваться. Ну давай тогда как поеду тебе тоже маякну, в общем, чтобы мы все скоординировались, потому что кроме меня еще два человека едет точно и может быть еще они несколько приедут, но не факт. Тогда я просто скину тебе тоже инфу. Я понял, в какое-то время я, наверное, в то время приеду на работу. То есть у нас не получится никак. В то время как бы мне не хотелось, конечно, но в то время ты поедешь. Мне кажется, у меня не получится. Я бы хотел, конечно, могу там не знаю, оттянуть на два-три дня. Никак на больше. Да ладно, разберемся по факту. Все равно за это еще пара недель есть. Да, еще в чате ты писал про то, что ты бы хотел съездить к Жаку. Поподробнее можешь рассказать об этом здесь? Нет, здесь лучше нет, потому что сейчас запись ведется именно по Крэлэйлэйшн-центру. Ну и в общем, этот вопрос лучше вообще лично обсуждать, потому что там некоторые вещи есть, которые там не нужно выкладывать, потому что если их выложить, тогда смысла ехать не будет. Я понял. по Крэлэйлэйшн-центру еще есть вопросы? Предложения, жалобы. Ну вы как формализируете получше, скажем, вот это, то есть проект, то есть там, не знаю, какие-то схемки, какие-то... Ну, если ты зайдешь на посылки на репозиторию GitHub, ты увидишь, что там есть, в принципе, уже набросок того, что нужно делать, как бы это все очень технические детали, но тем не менее там все это уже есть. Есть список задач, которые можно делать и так далее. То есть все давно спланировано. Вопрос про что рук сейчас не хватает конкретно Крэлэйшн-центром заниматься вот этим. Я сейчас занимаюсь другим практиком Links Platform. Это, собственно, в данный момент база данных, но это будет сама себе операционная система, сама файловая система, сама база данных, и в том числе исходный код можно будет хранить в самой базе данных, то есть, иными словами, это будет целостная система, которая позднее позволит иск релэйшн-центра напрямую через интерфейс производственных цепочек изменять внутри алгоритмы этой системы, и перестраивать ее сможет буквально каждый житель планеты. В режиме реального времени она будет перестраиваться. Конечно, нам будет подумать, как за так, чтобы ее не сломали, но, тем не менее, сам факт того, что каждый человек на планете может быть повлиять на общее будущее, это действительно будет так. Потому что Creation Center Concept это в данный момент всего лишь интерфейс, то есть, то, с чем напрямую будет взаимодействовать пользователь, что он будет видеть перед своими глазами, как это будет выглядеть, как это будет на мобильных платформах, на планшетах, на сайтах и так далее. Но, тем не менее, у всего этого дела должно быть надежное ядро и очень гибкое универсальное ядро. Вот, я сейчас на этом сконцентрировал. Могу отдельно ссылку на исходный код этого проекта дать. Там тоже можно следить за развитием все статистки на чат. Антон, мы так тебя и не услышали. Да. Ну, в общем, мне это, собственно, понятно. Тем более, мы с тобой уже все это обсуждали когда-то еще давно. Единственное, что возможно, сейчас нужна система, которая бы не занималась, ну, кроме того, что она занималась тем, чем вы сказали, почки стоило еще именно объединять людей, в смысле тех, кто занимается каким-то одним проектом для той же Венеры или вообще каким-то open source проектом, потому что очень большие проблемы с кооперацией. тот же программист, да, сейчас как зовут Константин, да, ищет себе напарника. И вот проблема просто найти человека еще одного. Уже в этом проблема. Скажем так, вы не шагиваете скупейку там, где идет антон, на самом деле я действительно ищу человека, но мне нужен человек, который подойдет по всем критериям, который будет достаточно свободного времени, так же, как у меня, и он действительно будет этим заниматься каждый день, так же, как я, потому что вот таких людей реально нет ни одного. Но есть потенциально буквально 200-300 программистов, которые по тем или иным причинам не способны либо не понимают этот проект, либо, но я с ними продолжаю вести беседы, либо они только учатся программировать, либо у них нет времени, либо у них куча других разных проблем, там, зарабатывание денег, которые им не нужны, но они не знают, что это проблема. Ну, ладно, вот у тебя есть куча кандидатов, но никто из них не подходит, то есть это... Пока еще так. Пока код пишу только я, вот в этих двух проектах. У меня в Fablade, грубо говоря, да, у меня тоже есть такая проблема, то есть так как я нахожусь на территории института ИТМО, ко мне приходят в основном студенты, ну а студенты, они там занятые, у них сессии, у них там долги, хвосты, черт знает что еще, нету ни времени, ни денег, многие не определились со своим вообще направлением в жизни, поэтому вот я себе не мог долго найти помощника, вот сейчас появился один интересованный человек два, не студенты, и уже как-то немножко полегче стало, то есть, ну смотри, кооперация очень, очень важна, то есть, здесь, здесь, скажем так, вот, есть огромное количество ТЗ, все хотят сделать социальную сеть, да не надо ее делать, потому что есть огромное количество текущих социальных сетей, можно просто дать вот этот механизм подожди, выслушай меня, встроить в виде приложения ВК, в виде приложения для Фейсбука, в виде приложения для всех остальных систем, на все телефоны вставить, вот, собственно, ровно вот эту маленькую часть, то есть, организацию проектов, их производственных цепочек, глобальный реестр этих производственных цепочек и команды, да, то есть, объединение в команды над реальными делами, вот, это все можно встроить в текущие социальные сети и со всех социальных сетей. Сразу встает проблема подружить социальные сети. Это не так, это, кто-то есть только в ВК, кто-то есть только в Фейсбуке, и как вот люди из ВК и Фейсбуке будут работать над одним проектом? Ребят, короче, любой проект производственная цепочка. То есть, создавая любые производственные цепочки через вот эту штуковину, можно будет по спискам, грубо говоря, ну, там, несколько возможностей по связям и так далее, по сортировке находить возможности кооперации. в конце концов, сами люди это тоже ресурсы, не надо их выделять во что-то отдельное, они тоже состоят из материи, просто им тоже можно сделать анкеты в этой системе, что они участвовали в каких-то производственных цепочках, что они могут что-то сделать полезное и так далее, что к ним можно обращаться. Есть контакты, как они будут взаимодействовать, да хоть по почте, то есть просто у человека будет список контактов всех социальных сетей, в которые он включен. Я, например, есть почти во всех социальных сетях самых популярных, которые существуют. Просто надо дать людям, дать возможность эту всю информацию о себе внести и если, например, человек видит приложение у себя в социальной сети или в телефоне или еще где-то, у него всегда есть возможность скопировать ссылку на эту производственную цепочку и просто ее отправить даже смс-кой. Человек туда сможет зайти и сможет подключиться к процессе через свои приложения, через что угодно. Да, конечно, это все дело надо подружить, но поэтому я и говорю, что нам нужны люди, чтобы ускорить этот процесс. Это совершенно не сложная задача, она чисто техническая, чисто рутинная. Ее можно сделать либо за счет того, что количество людей увеличится, либо сделать этот вопрос автоматически. Но это совсем отдельная тема. к этому еще нужно тоже подступиться. В любом случае нужно искать скажем так единомышленников и людей, которые готовы кооперироваться. Но так как у нас пока этой системы нет, все-таки нужно использовать на максимум все текущие социальные платформы, которые существуют. общаться с семьей, узнавать, кто чем занимается, что по жизни для себя решил, какие приоритеты жизни, какие мечты, какие цели, что человек умеет, что хочет делать, чего ему не хватает. Все. То есть надо с позиции человека узнавать его, какой он есть. Ни в коем случае, пока ты его глубоко не узнаешь, и пока его не подружести, ничего не предлагать. тогда человек просто убежит. Сейчас просто некуда человеку вообще внести информацию. То есть, к примеру, можно внести ее с попытком увеличения в социальные сети, где, грубо говоря, никто на них не смотрит, никак они не связаны и просто являются нагромождением текста. А вещи свои можно внести только на Авито и только для того, чтобы продать. Скажем так, эта информация все равно есть, даже можно написать автоматический скриптик или алгоритм, который соберет из всех социальных сетей и из всех страниц Авито тех людей или те ресурсы, которые потенциально могут участвовать в каком-то дальнейшем взаимодействии. Всю информацию, которую у нас в интернете, можно использовать и нет никогда... Здесь не стоит речь о том, чтобы все создать заново. Нужно просто все взаимосвязать самым эффективным способом. Это намного проще, чем все заново. И просить людей все внести. Плюс сейчас существует огромное количество приложений, которые занимаются 3D-сканированием. Плюс сейчас очки появятся, которые 3D-сканировать умеют. Используя эти технологии, можно просто будет сделать так, что ресурсы автоматически будут появляться у человека в его личном кабинете, грубо говоря, или он просто прошел по своей квартире, или провел телефоном видео, записал всего того, что у него в квартире есть. И автоматически система может сформировать список всего того, что у него есть, где оно лежит, на каких координатах относительно этой комнаты и так далее. То есть нужно сделать так, чтобы это настолько было просто, настолько незаметно, чтобы люди, не зацикливаясь на самой системе, могли сразу приступать к тем вещам, которые их интересуют. То есть к производству, к тому, чтобы что-то поменять на что-то другое и так далее. Это все когда-то там давно, а сейчас ты предлагаешь вместо того, чтобы заниматься какими-то нужными для проекта и чего-то еще вещами, общаться с кучей людей, ища кого-то себе, ну, допустим, вот напарники или в помощь. Ну, я же не говорю о том, что 100% времени нужно именно этим заниматься. Я каждый день стою утром, часть времени уделяю написанию кода, часть времени уделяю общению с людьми. Это просто неэффективно. Плюс вот это видео мы сейчас записываем, выкладываем на YouTube. Но, чтобы его посмотрели, я вынужден общаться с людьми, я вынужден раскручивать это видео, вынужден кидать его по огромному количеству чатов. Это все равно неизбежно, потому что просто так, не заплатив рубля миллион долларов текущим маркетологам и рекламщикам, эту идею не донести до всех абсолютно на планете. Конечно, можно попробовать через проект Венеры это сделать, но это очень тонкий, деликатный, проблемный вопрос. В том плане, что нужно сделать так, чтобы каждый, тот, кто там участвует в этом проекте Венеры на верхушке, все вот эти вот Евгений Слюдской и прочие ребята, чтобы все были довольны. То есть, чтобы каждый видел в этом свою выгоду и действительно выслушал, что мы предлагаем и помог плавно перевести вектор от того, что сейчас говорит Жак Фрейс, к тому, на что можно сконцентрировать усилия. Но это вопрос такой долгий и сложный, я предлагаю его на отдельное видео перенести или вообще не записывать пока. Там есть свои подводные камни, их нужно будет решить. ребят, в принципе, давайте на сегодня закончим. Итоги подведем это в том, что у нас теперь есть записанное видео про correlation center концепт. С неподробным, конечно, но хоть каким-то приблизительным описанием. Ну, скажем так, первое видео, где Влад участвует, насколько я помню. У нас много видео, на самом деле, про correlation центре есть. Ну, да. Точно. Ну, в общем, вот, вопросы еще остались? Ну, значит, завершаю тогда. Всем спасибо присутствую. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!